И, скажем так, радикальная партия, она близка нам по духу, она також хочет этих изменений, они також радикальны в своих действиях, так как и мы. Поэтому на выборах мы поддерживаем радикальную партию, и Ляшка, и наших братьев, и однодонцев, так и вышли на выборы, что что-то изменит в этой стране. Думаю, у нас получится. Не знаю, что с первой попытки, потому что будут ставить перепоны, не всех с первого раза будет возможность прибраться. Но я думаю, запробудуем батальон Рада, чтобы создать все, кто выбирает Раду, в батальон, вместо нас на передовол. А Яценюка... А Яценюка туди главным экспертом по будильнику стіних, а он идет туда и попробует эту стіну строить. Что он говорит, что он не строит. Ни хрена, он ее не строит, извините за... красноволисть. И что она не строится? Вот. А строится в три района, 15 километров у меня за спиной. А мы стоим, вот, окопы наши, окопы ворога, 800 метров, на выстрел, пострел в ворога. Ничего, воюем. И дети в школу два километра от передового, и дети на первый звонок, в первое вересное, после школы. И веселье я две недели назад расписывал молодец, особисто, расписывал. Вот. Вдоль мины разорвалося, 30 метров от нас, ну, стена просто прикрыла. И как раз молодец-молодец заходил и двери, вынесло двери, и как раз молодец потом зашел туда. Ну, теж интересный, интересный случай. По Лешку, зараз очень ведется великая кампания каналу 1.1, то же самое Коломойского, что Лешко там пиарится на армию. Скажу так, еще не было даже чути про Росмос парламенту. С первых дней, Лешко, один из первых волонтеров, кто привез нам бронежилеты, каски, рации. Он не знал, что будет выбор. Но он постоянно, с нами там, постоянно. Если он не будет, то другие его однопартийцы. Я не говорю, что он только в нашем батабеоне. Смотрите, там в другом районе, там попасно рядом для нас. Раз, до хлопцев заехал. До одной, до другой. Когда машина едет с амуницией, разложила, так, это вам, это вам, это вам. Тобто приехали, нам кусочек дали, поїхали іншим. Нема такого, что выбор в окремый батальон, он его оснащает. Нема такого, он ездит всем, всем помогает. И хоть бы те, кто про него рассказывает такие паскудные вещи, хотя бы на половину поміг бы, так, как он поміг. Хай бы ты Коломойский, который его грязь обливает, заплатил бы нам за тех полоненых, которых мы российские ГРУшники поймали, ему бы отдали. Зи зброей. Хай он заплатит за них. Нет, он только умеет пропиарить, что он так богатый, что он готов платить за все. Да, вон он не платит. Хай лучше эту трубу, которую выкачали из-за воды нафту, хай заполнить. Потому что, если труба еще будет без нафты некоторый час, она просто сниет. И мы втратим, по-перше, ту нафту, которую мы втратили фактически, которую мы выкачали. А мы втратим еще и нафтопровид, который строился за счет наших, скажем, батьков, дедов, за их гроши. Чому не справлючую партию пішов? Да, от партии Порошенко мне пропонували первой поддержке места, еще трех моим побратимам проходные места. Я отмолился. Отмолился, потому что одну руку он отпустил парламент, а другую, я когда поймал мера Буганска, який кедушок возил, який организовал референдум против Украины, он его отпустил, а еще через два дня. Он познайомил уже с панем Меркель. Подвольные понятия, такого не может быть. Те же самое фронт, куля в лоба. Стена не будет уриться. У него есть такие в Константиновской партии, олигарх, который сказал, что я продал Рулс-Ройса и поехал на войну. Так вот, этот Константиновский, когда мы пришли к нему в Киеве, и зашли до него в заклад пообидать, он сказал, особисто мне сказал, говорит, люди в форме, покиньте примещение. А он сейчас на всех стендах, ну, на этих плакатах опозиционирует себя я письмо. Это те же самые подвольные понятия. И кто идет до влады? Те же самые регионалы, те же самые коммунисты. Нет, они не должны пройти. А сюда приехал притримать своего товарища Игоря. Я думаю, мы создали там свою команду. Мы все изменим в этой стране. И у нас все получится.